Владимир Иванович Чилин немножко приболел, и там у него сейчас 4 часа утра, поэтому он не сможет принять участие, но мы из него тоже можем послушать. Сегодня мы будем слушать диссертационную работу, доклад по диссертационной работе Пиржуата Аминова «Изометрия некоммутативных атомических симметричных пространств», руководитель профессор Чилин. Прецензент профессор Рахимов Абдулхаппор. Нет возражений ученым семинара? Если нет, то давайте презентацию ставьте. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Тема моей диссертационной работы называется «Изометрия некоммутативных атомических симметричных пространств», научный руководитель профессор Чилин Владимир Иванович. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав и списка опубликованных работ. Первая глава называется «Предварительные сведения». Вторая глава называется «Теорема Тинглия и шаровой топологии в банаховых пространствах». Третья глава называется «Изометрия симметричных пространств последовательностей». Четвертая глава – «Изометрия атомических симметричных пространств». И пятая глава – «Изометрия действительных подпространств самосопряженных операторов в симметричных идеалах». В конце я привожу список опубликованных мною работ. Ситуационная работа посвящена изучению сюрлективных линейных изометрий, действующих в симметричных пространствах последовательностей и в некоммутативных атомических симметричных пространствах. Кроме того, даются новые факты о дволокальных изометриях и о шаровой топологии в комплексных банаховых пространствах. Изучением линейных изометрий начал сам Банах, который дал описание всех изометрий пространства ЛП-01. При Пене не равно 2 позднее в работе Ламперты охарактеризованы, то есть описаны все линейные изометрии пространства ЛП с сигмаконечным пространством с мерой. Метод, который использовали Банах и Ламперты при описании линейных изометрий, не зависел от поля скаляров. То есть один и тот же метод можно было применить как для комплексного поля скаляров, так и для действительного поля скаляров. При изучении линейных изометрий для более широкого класса функциональных симметрических пространств требуются уже новые подходы. То есть в зависимости от скалярового поля здесь разные методы. Например, если у нас симметричное пространство Е рассматривается над полем комплексных чисел, то очень эффективно используется техника Люмера, которая опирается на теорию эрмитовых операторов. То есть данный метод состоит в том, что сначала описываются эрмитовые операторы, а используя это описание, дальше получается описание самих изометрий. Такая же техника была использована Зайденбергом при описании всех сюрлективных линейных изометрий в комплексных симметричных пространств Е в случае непрерывной меры. Для симметричных пространств Е над полем действительных чисел измеримых функций на отверстие 0,1 с меры Лебега, в случае когда Е сепарабельна или имеет свойство фатур, описание сюрлективных линейных изометрий было дано в совместной работе Калтона и Рандрианна Антонини. Но они использовали уже другой метод, они использовали методы теории числовых положительных операторов. В то же время для действительных симметричных пространств, последовательных, то есть действительных, общий вид сюрлективных линейных изометрий был получен в работе Бравермана и Семенова, но они уже использовали методы теории конечных групп. Естественно, оставался вопрос объявленного описания сюрлективных линейных изометрий в случае комплексных симметричных пространств последовательности. В случае, когда симметричное пространство последовательности, комплексное, является сепарабельным, эту задачу решил Арази, и он нашел общий вид линейных изометрий ниже, я перевожу его теорему. В нашей стране изометрической теорией симметричных пространств занимались такие математики, как Аюпов, Абдуллаев, Сукочев, Чилин, Векслер, Меджитов. Так, в совместной работе Чилина, Меджитова, Сукочева описаны все сюрлективные изометрии, действующие в некоммутативных пространств Лоренса. В совместной работе Аюпова и Абдуллаева получен явный вид сюрлективных изометрий для неассоциативных ЛП-пространств. Первая глава – это предварительное сведение. Пусть Л-бесконечность Ка – банахово пространство всех ограниченных последовательностей, Ка – либо поликоплексных чисел, либо действительных чисел, в этом пространстве мы определим супремум норму, то есть норму последовательности с помощью этой формулы. Относительно по координатам частичного порядка пространство Л-бесконечность Р является банаховой решеткой. При этом под модулем последовательности мы будем понимать вот такую последовательность. То же самое относится и для комплексной последовательности, то есть под модулем последовательности мы будем понимать вот такую последовательность. То есть координаты просто берется в модуль. Далее каждому элементу из L-бесконечности сопоставляется невозрастающая перестановка из L-бесконечности R, которая вычисляется с помощью вот этой формулы. Ненулевое линейное подпространство E в L-бесконечность K, наделенной банковой нормой, называется симметричным пространством последовательности. Если из того, что Y принадлежит E, X принадлежит L-бесконечность и X со звездой меньше либо равно Y со звездой, следует, что элемент X также принадлежит пространству E и при этом выполняется вот это неравенство для норм. В этом случае оказывается, кроме, если у нас есть симметричная пространство последовательности, выполняется и вот это равенство всегда. Значит, для любой последовательности здесь P – это объекция натуральных чисел, L-н-д-н – призвольно-комплексные числа с модулем 1. Кроме того, оказывается, всегда симметричная норма больше либо равняется обычной норме, бесконечность, то есть супремум норме. Напомним, что отображение T одного нормированного пространства X в другое нормированное пространство Y называется изометрией, если выполняется вот это равенство для всех XY из X. Заметим, что из вот этого определения сразу вытекает, что всякое изометрическое отображение автоматически является инъективным отображением. Поэтому, когда мы говорим «сюрективная изометрия», на самом деле это будет объективный изометрия, то есть это объекция. Для комплексных сепарабельных симметричных пространств последовательности известно следующее описание всех сюрективных линейных изометрий, действующих в этих пространствах, то есть которые были упомянуто в Дене. Это теорема Арази. Пусть Е – комплексное сепарабельное симметричное пространство последовательности, отлично от L2C, и В – сюрективная линейная изометрия, действующая в Е. Тогда существуют такие объекции Пи и последовательность лямда Н с вот этим условием, что В от последовательности XN будет равняться вот этой последовательности. Для всех последовательностей XN и ZN. То есть фактически В действует как? В берет последовательность, переставляет, Пи у нас некая фиксированная объекта, и при этом вот эта лямда Н – это тоже фиксированная последовательность с модулем 1. То есть фактически дело сводится к переставлению и умножению на число с модулем 1. В этой теореме Е не должно равняться L2C, потому что L2 – это Гильбертовое пространство, и в этом пространстве любое линейное отображение, которое переводит ортонормальный базис в ортонормальный базис, автоматически является изометрией. Поэтому в этом пространстве намного больше изометрий, чем те, которые задаются этой формулой. То есть не все изометрии имеют такой вид. В случае, когда Е равняется L2C. То есть имеется какой-то пример сразу, что такая тема неверна для L2. Да, есть примеры. Неверно, да. Теперь, чтобы определить, что такое Эрмитов оператор, легче всего использовать понятие полувнутренного произведения. Пусть Х – линейное пространство над полем К. Отображение прямого произведения Х в себе в поле К называется полувнутренным произведением, если выполняются вот эти следующие четыре аксиомы. Они нам напоминают аксиомы скалярного произведения, но отличие состоит в том, что здесь нет аксиомы асимметрии. То есть полувнутренное произведение Х, Y не равняется полувнутренному произведению Y, X. Вообще говоря, не равняется. Ну, если у нас есть полувнутренное произведение, то мы можем определить норму, используя вот эту формулу. Оказывается, верно и обратно. Если у нас есть нормированное пространство Х, то всегда существует полувнутренное произведение на Х, для которого выполняется вот это равенство для всех Х из Х. В этом случае говорят, что полувнутренное произведение совместимо с нормой. Линейный ограниченный оператор, Т из Х в Х, действующий на комплексном банахом пространства Х, называется эрмитовым. Если полувнутренное произведение ТХ с Х является действительным числом для всех Х из Х. У нас полувнутренное произведение, любое полувнутренное произведение совместимое с нормой. Сейчас, Пирожат, а здесь ли Х ТХ вещественно? Это то же самое? Нет. Если мы справа умножим на ТХ. Это, наверное, будет какой-то другой оператор, но так как у нас понятия симметричности нет, то вообще говоря, Х ТХ не равняется ТХ Х, полувнутренное произведение. Поэтому, если определить как Х ТХ, это будет… Да, да. Когда мы определяем эрмитовый оператор, Т действует всегда к первому аргументу полувнутренного произведения. Ну, а если сделать для второго аргумента, аналогичная теория получится или нет? Может быть, я этот вопрос не исследовал, не знаю. Но это надо подумать. Интересный вопрос же, правильно? Да, да. Наверное, здесь получится проблема, когда, значит, однородность только по первой координате. Что? Однородность только по первой координате, по второй нет, поскольку нет симметрии. Поэтому тогда, если там получится проблема с однородностью. Адитивность тоже относительно первого аргумента. То есть, из-за того, что нет симметричности, аддитивность тоже только первого аргумента, да? Да. Понятно. То есть, это дело не только в том, что один симметрия. Там и вот отсутствие симметрии уже и на однородность действует, и на аддитивность действует. Правильно? Да. То есть, нет аддитивности, нет однородности по второму аргументу. А, ну, есть результат Джиллеса, который оказал, что однородность можно обеспечить относительно и второго аргумента. Вот аддитивности не будет относительно второго аргумента. Относительно второго аргумента? Второй переменной? Да, относительно второй переменной, вот здесь, можно, ну, это уже теорема, что дополнительно можно сюда добавить еще пятую аксиому, что всегда, всегда можно подобрать так, чтобы однородность относительно второго аргумента была. А вот аддитивность, оказывается, не будет. Аддитивность не получится подобрать. Понятно. Ясно. То есть, это намного слабее, чем внутренние произведения. Понятно. Хорошо, дальше. Остальным инструментом предоказательства теоремы 1.1.1 служено следующее явное описание всех эрмитовых операторов, действующих в сепарабельных, комплексных, симметричных пространствах последовательностей. Пусть эрмитов оператор в комплексном, сепарабельном, симметричном пространстве последовательностей Е отличается от Л2С. Тогда существует такая последовательность, фиксированная последовательность АН из Л бесконечность Р, что выполняется вот это равенство для всех последовательностей из Е, КСН из Е. Это уже ваш результат, да? Это результат АРАЗИ. Вот АРАЗИ, чтобы доказать теорему 1.1.1, использует технику Люмера. То есть, он сначала описывает все эрмитовые операторы, и с помощью вот этой теоремы 1.1.4 теоремы, он доказывает теорему 1.1.1. То есть, описание всех сюрлективных изометрий. Мы тоже пошли этим путем, и наша основная задача диссертационной работы – это установление аналога этой теоремы в случае, когда Е не обязательно сепарабельна, а так называемая, имеет свойства ФАТУ. Это уже другой класс симметричных пространств, то есть мы тоже доказываем аналог этой теоремы для таких пространств, то есть не обязательно сепарабельных, а со свойствами ФАТУ, и также, используя технику Люмера, метод Люмера, потом получаем аналог теоремы 1.1.1. И вот далее у нас будет, я приложу эту теорему. Теперь немножко, у нас вторая глава посвящена так называемой проблеме Тинглия и шаровой топологии. Приведем необходимое определение. Пусть Х действительно нормированная пространства. А несепарабельные, что называется несепарабельные ЛП? Оно разве не всегда будет сепарабельным, если берем последовательность, пространство последовательности? Не обязательно. Например, вот ЛП при П больше 1 сепарабельно, но вот Л-бесконечность – это уже несепарабельное симметричное пространство последовательности. Даже Л-бесконечность несепарабельна. А, то есть в Л-бесконечность симметричное пространство, которое должно быть сепарабельным, да? Хотя само пространство Л-бесконечность несепарабельное, да? Да, L-бесконечность не сепарабельна. Эта теорема работает только для сепарабельных симметричных пространств последовательности. Таковыми являются, например, классические LP-пространства L1, L3, L4. Ну, P не равно бесконечности, конечно. А L-бесконечность не сепарабельная симметричная пространство последовательности. Продолжайте. Пусть Х – действительное нормированное пространство, классическая теорема Мазура-Улума утверждает, что каждая объективная изометрия обязательно есть афинное преобразование, то есть композиция линейного отображения из Двига. Но если, кроме того, он переводит ноль в ноль, то в линейное отображение. В работе Манкевича дано следующее усиление теореме Мазура-Улума. Пусть Х – действительное нормированное пространство, и БХ – его единичный шар. То есть это все такие элементы, норма которых не превосходит единицы. Если у нас есть объективное изометричное отображение этого шара на себе, то существует такая объективная линейная изометрия всего пространства, что сужение этой изометрии L совпадает с нашим отображением B, сужение на шар. То есть вы поняли, что это равенство для всех элементов из шара. Вот это теорема Манкевича, которая усилует теорему Мазура-Улума. В связи с теоремой Манкевича Тингли в 87-м году поставил следующую проблему. Пусть Х – действительное нормированное пространство, и СХ – единичная сфера ВХ. То есть здесь уже равенство, все элементы, которым норма в точности равняется единице. Если у нас есть объективное изометричное отображение сферы на себя, то найдется ли объективное линейное изометрие всего пространства, что сужение этой изометрии совпадает с нашим отображением ВМ. Эта теорема, эта проблема, иногда называется проблема изометрического продолжения. Эта проблема решена положительно для многих классов классических панахов. То есть для классических пространств эта проблема решена в положительную сторону. То есть положительно имеется в виду, если есть объективная изометрия сферы, то его можно продолжить до всего пространства. В то же время не найдено ни одного действительно нормального пространства, для которого проблема Тингли имеет отрицательное решение. То есть в общем виде она пока остается открытой проблемой. Сам Тингли сделал первый шаг вот в этой статье. Он доказывает однородность, он не доказывает продолжение, он берет конечномерное действительное нормированное пространство и доказывает, что V от минус X равняется минус VX. То есть минус можно вытащить, вот что он доказывает, а продолжение он не доказывает, только сформулирует проблему. Вот как раз здесь, если у нас есть, если проблема Тингли имеет положительное решение, то она обязательно должна удовлетворять вот этому условию. Поэтому, естественно, решает задача о том, в каких действительных нормированных пространствах изометричное отображение обладает вот свойственным один. Вот сам Тингли доказал это, что это верно для конечномерных нормированных пространств. То есть для любых действительных конечномерных нормированных пространств, вот это первое условие выполняется. Можно здесь задать вопрос? Да, да, слушай. В конечномерном случае есть такой пример, который, значит, вот здесь вы сказали, в конечномерном случае нечетность VX в сфере дает положительное решение Тингли. В конечномерном случае. Можно повторить вопрос, в конечномерном случае что? Вот Тингли доказал, что если проблема положительная решена, то в изометрии в сфере нечетно. Минус можно вынести. Да, да, да. Это необходимые условия. И он доказал, что в конечномерном случае это является и достаточно, да? Нет, он не доказал этого. Он всего лишь вот это необходимое условие доказал. То есть я хочу сказать, есть ли такая изометрия, которая продолжается, но вот это условие не выполняется? Нет, если раз уж продолжается, то вот это условие обязательно должно быть. Если продолжается же линейно будет, конечно будет выполняться. По определению проблемы Тингли, это вот продолжается ли вот эта изометрия с сферой, как линейная изометрия на все пространство, правильно? Ну, раз уж продолжается, дальше работает теорема Мазура-Улума, и это оказывается линейным на самом деле. Раз линейно, значит, тем более однородно. Да, да. Только вот у меня один вопрос, вот такой. В русскоязычной литературе эта проблема кто-нибудь изучал? Мы не встретили, мы только англоязычные, да. Дело в том, что имя Тингли читается не Тингли, а Тингли читается. Поэтому надо правильно это транспортиру писать. Тингли. Да, понятно, это учтем. Е, да? Хорошо. На английском... У меня был такой вопрос, Викзот, что вот это условие, В минус Икс минус, минус вынести, это необходимые условия, да, чтобы полосить... Вот есть ли пример, что это недостаточное условие? Честно говоря, не знаю, может, наверняка, если... Ладно. В конечномерном случае, наверное, нельзя, да? Там всегда будет... Да, это, наверное, какое-нибудь экзотическое нормированное пространство, там, наверное, есть. То есть, чтобы минус можно было выносить, но линейности не было. Такой вопрос, да, Дуапа? Ну ладно, давай продолжим. Несмотря на то, что сама проблема Тингли формулируется для действительных нормированных пространств, то есть Тингли его формулирует только для действительных нормированных пространств. Ее можно рассматривать и для комплексных нормированных пространств. И вот в последнее время посвящены работы именно в случае, когда нормированная пространство рассматривается над полным комплексным числом. Из результатов в этом направлении мы проведем вот следующую одну теорему. Пусть М есть алгебра фон Неймана в объективное отображение, изометриличное отображение сферы СМ на себе. Тогда существует такая объективная изометрия всего пространства Л, что сужение совпадает с В. Это теорема от двух авторов, это в 2018 году, то есть недавняя работа. В частности, эта теорема верна в случае, когда М есть банаховое пространство всех существенно ограниченных измеримых функций, заданных на пространство Сигма полной конечной мерой, то есть когда М комплективный алгебра фон Неймана, счетного типа. Ну, это мы, вот этот результат, далее сравнимся с лекцием 2.1.3. Теперь приведем определение банаховых симметричных идеалов. Пусть H – сепарабельное, комплексное Гильбертовое пространство, и пусть B-отаж, соответственно, K-отаж, F-отаж, есть звездочка алгебра всех ограниченных, соответственно, компактных, конечномерных линейных операторов, действующих в H. Если E – симметричное пространство последовательности, то определим вот такое множество – C и E. Это все такие компактные операторы, что его сингулярные числа S и NX, то есть последовательность составленных из сингулярных чисел, принадлежит пространству E. Оказывается, C и E образуют двусторонний идеал в B-отаж. А, значит, под сингулярными числами мы будем понимать собственные значения вот этого оператора, расположенные в невозрастающем порядке. В этом случае C и E образуют двусторонний идеал. И к тому же, если в этом идеале определить норму с помощью вот этого равенства, то есть норма оператора X, мы принимаем по определению норма последовательности сингулярных чисел, вычисленных в симметричном пространстве последовательности E. Тогда оказывается, если вот так определить, это становится полным нормированным пространством. И к тому же выполняются вот эти два условия. Значит, здесь произведение трех операторов X, Z, Y в этой норме не превосходит вот этого числа. Здесь норма бесконечности – это обычная операторная норма. Ну и второе условие нормировки. Значит, норм, если у нас есть оператор размерности 1, то его норма относительно CE равняется норме бесконечности. Но это равняется единицу. Значит, в этом случае вот эта пара называется банаховым симметричным идеалом. Например, идеалы Шаттона, которые строятся с помощью классических ЛП-пространств, являются примерами банаховых симметричных идеалов. Описание сюрлективных изометрий, действующих в сепарабельном банаховом симметричном идеале, дано в работе Сауроура. Для этого нам понадобится определение транспонированного оператора. Напомним, что если у нас есть линейно ограниченный оператор X из H в H, то через XT мы обозначим транспонированный оператор к оператору X. То есть это тоже будет линейным ограниченным оператором, но вот с этим условием. Значит, у нас есть гильбертовое пространство сепарабельное, поэтому у нас есть артонормированный базис. И вот здесь скалярное произведение в гильбертовом пространстве. Значит, XT можно сюда писать. То есть это нам напоминает сопряжение, но отличается тем, что вот тут есть комплексное сопряжение. Теперь вот эта следующая теорема прилежит Сауро. Пусть CE – сепарабельный банахов-симметричный идеал, отличный от класса С2, С2, и пусть V – сюрлективная линейная изометрия на CE. Тогда существуют такие унитарные операторы U и V на H, что VX равняется UXV для всех X из CE, либо VX равняется UXT, X транспонирование, умноженное на V. Здесь умножение. Для всех X из CE. То есть фактически оператор V действует как умножение слева и справа на унитарные операторы. Вот это результат Сауро. И вторая, основная наша задача диссертационной работы является установление, то есть доказательство этой теоремы, аналог этой теоремы, когда вот этот банахов-симметричный идеал не обязательно сепарабельный. То есть мы сепарабельность уберем, а так называемый совершенный. Ниже будет дано определение. То есть фактически мы доказываем аналог теоремы Сауро, когда сепарабельность заменяется другим классом симметричных идеалов. Это были предварительные сведения, которые нам необходимы. Теперь вторая глава. Называется теорема Тинглия и шаровая топология в банаховых пространствах. Пусть X нормированное действительное пространство. Будем говорить, что X обладает свойством P. Если для любых элементов сферы P и Q с условием, что P плюс Q равно 2, при выполнении следующих двух условий вытекает, что P равняется Q. Первое условие. Для любого X существует другой элемент, не обязательно другой, существует такой элемент Y из CX, что X плюс Y по норме равно 2, и выполняется вот это равенство. И второе. Для любого Y существует такой X, что выполняется вот это условие, то есть Y плюс X по норме равно 2, и это условие. Ой, извиняюсь. Вот если два вот этого слова понятца, то отсюда должно следить, что P равно Q. В этом случае мы будем говорить, что пространство X обладает свойством P. Например, любое строго нормированное пространство обладает этим свойством. Следующая теорема. Есть вариант теоремы Тингли для пространства со свойством P. Это уже наша теорема. Значит, пусть X нормированное пространство со свойством P. Если V из CX на CX объективная изометрия, то выполняется вот это равенство для всех X из X. То есть минус можно вытащить. Отсюда получается вот такое следствие. Пусть CAB, баноковое пространство всех непрерывных функций, заданных на отрезке AB, с супремной нормой. Если у нас есть объективная изометрия сферы, то минус можно вытащить. То есть вот этот слой выполняется. А как мы доказали это? Мы доказали просто, что пространство CAB обладает свойством P. И поэтому тут написано не как теорема, а как следствие. Дальше у нас шаровая топология. Шаровая топология впервые была введена для действительных баноковых пространств в работе Годефроя и Калтона. Они эту топологию ввели для того, чтобы описать класс баноковых пространств, не содержащих пространств L1. В этом параграфе изучается шаровая топология в комплексных баноковых пространствах. Устанавливаются аналоги некоторых результатов в случае, когда поле скалеров есть множество комплексных чисел. То есть в этой работе шаровая топология была для действительных пространств. И вот предложенные здесь утверждения и теоремы мы докажем аналог этих для комплексных чисел. Для случаев, когда поле является комплексным. Теперь определение. Пусть X банокового пространства над полем C. Через BXR обозначим шар с центром X и радиусом R. Определим на X шаровую топологию. Его мы будем обозначать через BX Следующим образом. Для каждого X0 под окрестностью точки X0 относительно топологии BX будем понимать вот такие множества. Значит, наш элемент X0 выбран не принадлежит никакому шару. Значит, топология BX порождается предбазой множеств вот такого вида. То есть, BXY есть X минус BXY. Шаровая топология BX, это доказывается. Есть слабейшая топология в баноковом пространстве среди всех топологий ТАО, для которых все замкнутые шары замкнуты в X ТАО. То есть, если у нас есть баноковое пространство X и некая топология, в которой любой замкнутый шар, вот этот BXY является замкнутым, то оказывается автоматически вот эта топология ТАО будет сильнее, чем наша шаровая топология BX. А вот сходимость в этой топологии что означает? Да. XN сводится к X минус B, если что? Чуть ниже, у меня есть утверждение. Есть, да, сходимость. Ну, давай. Топология BX, оказывается, не является хаусдорфовой. То есть, если взять призвольную последовательность, которая стремится к бесконечности, то есть с этим условием, то оказывается, эта последовательность стремится относительно шаровой топологии к любому элементу X из X. То есть, любой элемент X является пределом этой последовательности, поэтому эта топология не является хаусдорфовой. А с другой стороны, топология BX удовлетворяет аксиома T1, отделимость T1. То есть, это означает, что если у нас есть два различные, разные точки, то всегда существует две окрестности. Первая окрестность не содержит вторую точку, вторая окрестность второй точки не содержит первую точку. Вот следующее утверждение. Это сходимость с последовательностью. Значит, последовательность XN сходится к элементу X0 относительно шаровой топологии. Тогда и только тогда, когда выполняется вот это равенство. Здесь нижние пределы всегда больше либералов вот этого числа, каким бы ни был Y из Y. Дальше утверждение 225 устанавливает, что есть непрерывность с одной стороны. То есть, если у нас есть сходящаяся последовательность относительно шаровой топологии к X0, то тогда XN плюс Y стремится к X0 плюс Y и лямбда XN стремится к лямбда X0. Вот здесь Y, оказывается, нельзя заменить с последовательностью YN. Следующее утверждение. Если X сепарабельное банковое пространство, то топология BX имеет счетную базу. Это все утверждения проведены в диссертационной работе, доказанные. Их аналоги были доказаны для действительного случая Гадефроем Калтоном. Пусть X банковое пространство и XN по норме стремятся к нулю. Тогда 0 является единственным пределом последовательности относительно топологии BX. То есть, во-первых, XN стремится к нулю и относительно шаровой топологии. И это является единственным пределом. То есть, XN не стремится к другой точке. Вот эта теорема нам понадобится далее для установления непрерывности из эрмитовых, а также сюрлективных изометрий в симметричных пространствах. Пусть X банковая решетка и порядковая стремится к нулю. Тогда последовательность XN может сходиться в топологии BX не более чем к одному элементу. То есть, здесь мы не утверждаем, что XN обязательно сходится. Но если раз уж сходится, то предельная точка будет единственным. Некоторые утверждения, например, 226 или же 225-223, они были сформулированы в работе Гадефро и Калтона без доказательства для действительных пространств. Мы это все привели доказательства для случаев комплексных банковых пространств. Следующая глава называется изометрии симметричных пространств последовательности. Биржо, по ФСРМ 2.2.14 Биржо, ФСРМ 2.2.14 они не обязательно к нулю сходятся, да, XN? Да, да. Да, не обязательно к нулю, но раз сходятся, мы даже не можем утверждать, что сходятся. Мы можем утверждать предель единственный. Потому что... Или существует. А может не существовать. Да, да, может не существовать. Потому что мы доказываем доказательства опираться на то, что мы показываем, что выпуклая оболочка порожденной последовательностью XN является хаусдорфовым множеством. И поэтому мы только можем сказать о единственности предела, но не можем сказать сходимость этой последовательности. Хотя это убывает к нулю, но предел может быть ненулевым, да? Или существует? Да, да, да. Может быть. Понятно. То есть у них доказательств не было этих. Просто были сформулированы для вещественного случая, да? Вот эта теорема вообще не была у них. Они не изучали банах или решеткой. Вот это утверждение у них было. Даже 228 тоже не было утверждения. под первые раз, два, первые три утверждения у них были. доказательства их несложные, поэтому они просто как факт написали в статье без доказательства. И для действительных пространств. А мы это все доказали для комплексных пространств. А вот утверждение... Для комплексных особо не отличается от вещественных на самом деле? Да, да, вот первые утверждения, они, если взять наши доказательства, они применимы и для действительных пространств. Особо не отличаются. Понятно. Ясно. Пусть Е произвольное симметричное пространство последовательности через Е мы будем обозначать вот это пространство, то есть все вещественные последовательности из Е. Теперь вот эта запись XN стрелка, убивающая стрелка к X, или же вот такая запись означает, что координаты последовательности XN возрастая или же убивая стремится к ЦК. Теперь симметричное пространство Е будем говорить, что симметричное пространство Е обладает свойством ФАТУ. если из вот этих условий, то есть здесь монотонность возрастающая и XN из Е и из того, что нормы этой последовательности XN ограничены совокупности, то отсюда должно следовать, что должен стоить такой элемент X из Е R, что XN вот таким образом стремится к X, и нормы последовательности XN стремится к X. Это свойства ФАТУ. Теорема. Пусть произвольный Эрмитов оператор в комплексном симметричном пространстве последовательности, имеющем свойства ФАТУ и отличным от L2C. Тогда существует такая последовательность АК, что появляется вот это равенство для всех АК и ЗЕ. Это как раз аналог теоремы АРАЗИ, который описал Эрмитовые операторы, когда простанство последовательности Е был сепарабельным. Вот мы убираем сепарабельность и докладываем условия свойства ФАТУ. И Эрмитов оператор оказался иметь такой же вид, как и у АРАЗИ, теорема АРАЗИ. Просто умножение элементов АК, фиксированной последовательности. Напомню, что сюрлективное отображение в ИЗЕ в Е называется два локальной сюрлективной изометрии. Если для любых XY ИЗЕ существует такая сюрлективная линейная изометрия, зависящая от этих точек, что эта изометрия совпадает с нашим отображением в этих точках. Используя теорему вопрос в теореме 3, 2, 8. Значит, свойство фату еще не обеспечивает сепарабельность, да? Есть примеры? Да. Есть примеры, что пространство не сепарабельное, но обладает свойством фату. Можно взять в качестве примера самой L-бесконечность. Это пространство со свойством фату, но не сепарабельное. А можно взять произвольное пространство последовательности Орлича и функция Орлича не обладает так называемым Дельта-До условием. Тогда вот это пространство последовательности Орлича будет не сепарабельным, но будет обладать свойством фату. То есть такие пространства симметричные, их много, то есть не сепарабельные, но обладают свойством фату. А есть и те, которые обладают и свойством ФАТУ, и сепарабельностью. А есть примеры, когда сепарабельны, а нет свойства ФАТУ? Есть пример, что ЛП-пространство обладает сепарабельностью и свойством ФАТУ. Я знаю одну работу, которая сепарабельна, но не обладает свойством ФАТУ. В случае пространства последовательности у нас нет примеров. Я думаю, есть. Просто мы не исследовали этот вопрос. А вот когда есть симметричное пространство от измеримых операторов, там есть работа недавно Семенова и Сукочева. И у них есть такое пространство. Это пространство сепарабельное, но не обладает свойством ФАТУ. Ну, это для общего случая. А вот в вашем случае, значит, неизвестно. Ваша теорема содержит в себе теорему вот этого? Кто там? Аразий. Аразий. Или не содержит? Ваша заведомо расширяет класс. Да. Но поглощает ли класс сепарабельно, вы не знаете. Да, да. Пока не знаю. Правильно? Да. А, вообще интересно было подумать. Может быть, оно всегда, если сепарабельное, свойство ФАТУ всегда будет может. Не подумали? Если такое свойство было, это в книгах было бы, но вот в книгах, посвященных симметричных пространств, не сказано, что всякое сепарабельное симметричное пространство обладает свойством ФАТУ. Видимо, есть. Видимо, есть. Надо подумать, наверное. Хорошо. Подумайте. Вот, дальше. Вот, используя описание эрмитовых операторов, получили изометры. Пусть е комплексное симметричное пространство последовательности, обладающее свойством ФАТУ и отлично от L2C, и в селективной линейной изометре в Е. Тогда существуют такие последовательности, лямда n с нормой 1, с модулем 1, и биэкция натуральных чисел, что выполняется вот это равенство для всех элементов из Е. То есть, изометрический оператор оказался таким же, как у Арази. Разница в том, что здесь мы не требуем сепарабельность, а свойства ФАТУ. Вот, как только у нас есть описание изометрии, мы можем использовать этот термо, теперь получить вот такую теорему о два локальных изометриях. Пусть е – произвольно-комплексное симметричное пространство последовательности, в котором каждая сурективная линейная изометрия имеет вид 2. Вот такой вид. Тогда любая два локальные сурективные изометрия, Т из Е в Е, является линейной изометрией. Линейная изометрия, имеющая вид 2, это, например, симметричная пространство последовательности со свойством ФАТУ и сепарабельные симметричные пространства последовательности. У них там тоже линейная изометрия имеет второй вид 2. Поэтому там тоже любая два локальные сурективные изометрия автоматически являются линейной изометрией. Четвертая глава называется «Изометрия атомических симметричных пространств». Для этого мы определим так называемый сопряженный по КЁТ. Если у нас есть СЕ, Банахов симметричный идеал, то сопряженный по КЁТ, СЕ крестик, определяется следующим образом. Это все ограниченные линейные операторы, действующие в Гильбертном пространстве H, такие, что для всех элементов Y и СЕ произведение XY принадлежит идеалу Шатана, С1. Здесь определяется норма через канонический след. Трес – это канонический след Банахов. Так как XY попадает в С1 класс, след не является бесконечностью. Супремум берется по всем элементам из единичного шара. Если вот так определить, то оказывается, само сопряжение по КЁТ образует Банахов симметричный идеал. Например, если у нас есть идеалы Шатана, то сопряжение по КЁТ совпадает с обычным сопряжением и равняется с Q. Где 1 на P плюс 1 на Q равняется единице. Банахов симметричный идеал СЕ называется совершенным, если СЕ совпадает со своим двойным сопряжением по КЁТ. То есть один раз берем сопряжение по КЁТ и второй раз берем. Если получается СЕ, само СЕ, то такие Банахов симметричные идеалы называются совершенными. Известно, что Банахов симметричный идеал имеет свойство ФАТУ только тогда и только тогда, когда СЕ является совершенным. Поэтому верны следующие импликации. СЕ совершенно, это определение, то, что совпадает с этим, оказывается, это равносильно тому, что является вот это равенство. Здесь уже для пространства последовательностей. А это мы там определили, это есть, это оказывается эквивалентное свойство ФАТУ, то есть Е имеет свойство ФАТУ, и это эквивалентно тому, что СЕ имеет свойство ФАТУ. Другими словами, совершенность и свойства ФАТУ, они эквивалентны. И совершенность идеала равносильно тому, что совершенным будет пространство последовательности, которое порождает этот идеал. Следующая теорема, это аналог теоремы Саурура, в случае, когда СЕ совершенный. Пусть СЕ совершенный Банахов симметричный идеал, отличный от С2, и пусть Термиц оператор, действующий в СЕ. Тогда существуют такие самосопряженные А и Б, самосопряженные операторы из БАТАШ, что ТХ равняется АХ плюс ХБ для всех Х из СЕ. Значит, вид Эрмитва оператора оказался таким же, как у Саурура. У Саурура было сепарабельных Манахов симметричный идеал, а у нас совершенный, то есть необязательно сепарабельный. Примеры, то же самое примеры, то есть можно взять пространство последовательности Орлича, и полученный Банахов симметричный идеал как раз будет совершенным, но не сепарабельным. Используя описание Эрмитв операторов, получили следующую теорему. Пусть СЕ совершенный Банахов симметричный идеал, отличнее от СЕ2, и пусть В сюрлективное линейное изометрие на СЕ. Тогда существуют такие унитарные операторы У и В на Гильбертном пространстве А, что В и Х имеют вот такой вид, или же вот такой вид. Причем, если для всех Х, то есть для всех Х либо такой вид, либо вот такой вид. То есть не может случиться, что для каких-то элементов В действует так, а для каких-то вот так. Ну и дальше аналог. Как только у нас есть линейный изометр, мы его применяем и получаем результат от два локальных сюрлективных изометрия. Пусть СЕ – призвольный Банахов симметричный идеал, то есть здесь не обязательно сепарабельный совершенно. Главное, любая сюрлективная линейная изометрия имеет вот такой вид, вид 3. Тогда любая два локальных сюрлективных изометрия является линейной изометрией в СЕ. Так как в этих теоремах мы исключаем, в случае С2, в случае Гильбертовость, мы отдельно приводим теорему для Гильбертовых пространств. Пусть Х Гильбертового пространства над полем С и В два локальных сюрлективных изометрия. Тогда В – линейная изометрия. Последняя глава называется «Изометрия действительных подпространств самосопряженных операторов в симметричных идеалах». Пусть Х – банаховое пространство над полем К. К либо поле действительных, либо комплексных. И пусть у нас есть полувнутренное произведение, совместимое с нормой. Линейно ограниченный оператор H из Х в Х называется косо-эрмитовым, если действительная часть полувнутренного произведения Х с Х равняется нулю. В частности, если К изначально поле действительных чисел, то это равносильно тому, что полувнутренное произведение Х с Х равняется нулю. Теперь мы рассматриваем косо-эрмитовые операторы, действующие в самосопряженной части симметричных идеалов. Мы получили следующий результат. Пусть СЕ – сепарабельный или совершенный банахов симметричный идеал, отличный от С2. Тогда для каждого косо-эрмитового оператора, действующего в самосопряженной части СЕХ в СЕХ, существует самосопряженная линейно-ограниченный оператор А, что выполняется вот это равенство для всех элементов Х из СЕХ. Используя вот эту теорему описания косо-эрмитовых операторов, мы получили описание изометрии, действующей уже в самосопряженной части, но только в случае, когда норма не является униформной. То есть норма не является униформной, если норма проектора строго больше один, в случае, когда размер проектор не одномерный. Пусть СЕ – сепарабельный или совершенный банахов симметричный идеал, отличный от С2 с неуниформной нормой, и пусть в сюрлективной изометрии из СЕХ в СЕХ. Тогда существует унитарный оператор У из БАТАЖ, чтобы понять одно из следующих условий. То есть вот может случиться вот четыре варианта. Заметим, что эта теорема не была у СООРУРа, так как СООРУР не рассматривал сюрлективные заметки, действующие с самосопряженной частью. Поэтому в эту теорему мы и для сепарабельного, и для совершенного доказали эту теорему. Здесь XT означает транспонированный оператор к оператору X. Дальше у меня список опубликованных работ. Давайте посмотрим. Значит, три статьи в республиканских журналах, вестник национального университета. Одна статья зарубежная в этом журнале с импакт-фактором. Три статьи зарубежные. То есть три статьи республиканские, три статьи зарубежные. И в ТЕЖСИ, значит, четыре республиканские конференции, это все республиканские, и шесть конференций в международных конференциях. ТЕЖСИ. Спасибо. Спасибо. Доплата окончена. Пожалуйста, вопросы докладчику. Здравствуйте. У меня, по ходу, были вопросы? Вопросы, да. Здравствуйте. Пархат? Да, да, да. У меня вопросов пара. Я вообще раньше тоже слышал этот доклад, но мне понравился, во-первых, как вы сделали его. Но у меня такой вопрос. Вот эта проблема Тингли, потом вот эта теорема Сурао, она вообще потом дальше идет? То есть какие-то применения дальше есть? Или вот там останавливается? Вот проблема Тингли. Например, решена она, скажем, веществом случае. Вы сейчас вообще на комплексном случае. Как бы дальше эта проблема идет? То есть куда-то при применении идут эти вещи? Или это уже все? Это задача решена и все. То есть я к чему веду? Я веду к тому, что вот как бы здесь, в этом направлении можно работать, скажем, докторскую делать или продолжать в этом направлении? Дальше наша основная задача была описание изометры. Вот как только мы получили описание изометры, мы переходим к другим классам. Например, остается теперь симметричное пространство измеримых операторов. Там пока есть пространство симметричное, в котором не найден общий вид изометрических операторов. Понятно. Это вот для Тингли, да? Это для изометрии. А по поводу Тингли, ну проблема Тингли на сегодняшний день до сих пор остается открытой. И там тоже, например, вот для симметричных пространств последовательности теорема Тингли, проблема Тингли не решена. Но пока мы тоже не знаем, как решить эту проблему. Фархот, на самом деле, вот этот вот Пералта, вот Каренберген знает, он много занимается проблемой Тингли. Ага. Разных, там, что созвездочек, Алберг, да, да, да. У него надо посмотреть, у него, по-моему, есть какая-то мотивация. Ага, понятно. Откуда эта проблема возникла и что это потом может дать. Но это вот он, очень много работ у него, у Пералта последний год он занимается этим. Ага, понятно. Потом вот, это не Тингли, а Тингли надо говорить, правильно, Фархот? Да, Тингли нужно говорить, да. Во-вторых, не Сурур, а Сурур это читается. Сурур, да, да, правильно, правильно. Сурур надо читать, а не Сурур. Это правильно на русские транскрипции давай. Правильно, правильно, да. Вы в тексте тоже поменяйте. Хорошо. Да, да, да. Это правильно русский вариант писать. Да, да, да. Ясно. Еще вопросы? Ну, мы уже несколько раз слушали. Я думаю, там, у вас глав 5, обычно это слишком многовато. Вы там в каждом главе, сколько, по 2 параграфа, что ли? Как там у вас? А, значит, в первой главе 4 параграфа, во второй главе 2 параграфа. Разные там у меня. Потому что обычно в ПСД там бывает 3, вот так вот, максимум 4 главы. Ну, ничего. Мы разбили просто по тематике проблем. Так, что вопрос, есть? Продолжение следует... 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 к специальному совету для принятия и защиты данной департаменты. Так, Берзуат, у нас замечание, ответьте. Значит, что касается объединения глав, да, обязательно подумаем и сделаем три или четыре главы. Второе замечание, да, действительно, там у нас необходимы условия цинглия, то есть то, что однородно доказано только, а вот продолжение доказано, действительно, туда нужно добавить слово «необходимые условия». Третье замечание, вообще два локальные изометрия, они Молнар начал, но я тоже нигде не видел, кто-нибудь ввел определение локальные изометрия, а два локальные изометрия ввел, да, Молнар, и он тоже не рассматривает локальные изометрии, поэтому как-то мы не рассматривали этот вопрос. – Ответ понятен, АДОП? – Да, да. – Ну, там просто намечу, что при условии, что изометрия имеют такой вид, вы доказали, что два локальные изометрии будут глобальными. А если мы заранее не знаем, какой вид имеет, таких результатов, наверное, нет. – Нет, тогда нельзя сказать, что это… – Или там есть пример, контрпример. – Контрпримера тоже нет, то есть нет этого примера, что два локальные изометрия, она не будет изометрией. Это тоже нужно исследовать. – Потому что у нас тоже были результаты, там, скажем, если локально внутренние, то оно будет внутренним или так-то. То есть, если заранее знать общий вид, скажем, дифференцирования или гомоморфизмов, если знаем общий вид, то можем доказать, что всякое локальное, два локальные, будет глобальным. Но есть иногда и такие теоремы, когда мы заранее не знаем общий вид, но, тем не менее, можем доказать, что теорема имеет место. Это тоже интересно представляет. Но в данном случае, видимо, этого пока нет. Ясно. Есть еще выступающие или замечания? – Нет. – Да, это кармель. – У вас не было. Мы ни разу не слышали. Аминова очень хорошо рассказывает. Первое впечатление – результаты и методы доказательства. Во-первых, результаты очень нетривиальны, и доказательства нетривиальны. Антонио Пералто в последнее время очень активно занимается. На самом деле Антонио очень серьезными задачами занимается, но в конкретном классе у него был хороший слайд. Я прислал его Владимировичу. Пекзат молодец. Он принес… В прошлом слайде не было у него. Здесь он именно от Паласио и Пералто в 2018 году результаты включил в свой слайд. Результаты действительно очень интересные. Теоремы Манкевича и Тингли. – Да, да, сейчас. – У меня есть методического характера желания, который может быть. Я сейчас по интернету посмотрел. Ну, к сожалению, статья Манкевича, она недоступна. Говорят, она написана в публике на русском языке, но статья Тингли – она доступна. И вот здесь приведен, на самом деле, из Манкевича это частный случай Манкевича. Манкевич рассматривает там изометрию из одного пространства в другое нормальное пространство. У него не только единичные шары, а выпуклые тела. То есть, если какое-то выпуклое тело одного нормального пространства изометрично отображается на некоторое другое выпуклое тело в другом уже банковом пространстве, то эти банковые пространства являются уже изометрическими. Это более сильный результат, чем сравнение единичных шаров. И естественным образом получается ответ на вопрос Фархатэйшматва, именно геометрия. Если какие-то выпукли два тела двух банковых пространств изометричные, эти самые банковые пространства изометричные. Это очень сильный результат, на самом деле. Самая оригинальная формулировка Теоремы Манкевича отвечает на этот вопрос, уже отсюда будет видно. Это дамная мать этого тела. Антонио Пиралто это очень красиво объяснял в свое время. И то же самое, вот, можно следующий, Тингли. То же самое, Тингли тоже. Проблема Тингли тоже самая. Из одного нормального пространства в другое нормальное пространство. Здесь у вас только одно пространство, оно сужает уровень проблемы. Лучше здесь оригинальный текст привести из самого результата. Тогда уже будет многим понятно, что объяснить, почему она так именно из одного нормального пространства в другое нормальное пространство. Хорошо. Вопрос. То, что вы сейчас в начале сказали, это в какой работе, первое то, что вы сказали про банах пространства? Про изометрию банах пространства. Это в какой работе? Это Манкевич, 1972 года. Вот, вот. А, понятно, понятно. Вот, Тингли продолжил ее. Ну, это действительно такое, очень красивый геометрический результат. Да, да, да. Не, вот это действительно хорошо объясняет, геометрически объясняет интерпретацию. Ну, я просто перерассказал то, что рассказал на конференции Антонио Пералто. Я друг от себя ничего не добавил. Да, да, да. Понятно. Ну, Пералто и Каренберген, они уже давно дружат, поэтому он хорошо знает его работы. И Пералто активно работает сейчас. Ну, действительно, я как раз и думал о том, что это хороший ответ на вопрос Фархада, что, зная изометрию каких-то двух выпуклых, делать вывод об изометрии всего пространства. Даже физически какой-то, по-моему, придать. Да, да, да. Правильно. Так, есть еще вопросы или пожелания? Так, я думаю, работа хорошая, и наши, по-моему, замечания тоже должны пойти на пользу для улучшения качества изложения диссертации. Поэтому, без зад, вот это надо учесть по мере возможностей. С вами, Владимир Иванович, позоветуйтесь. Хорошо. И думаю, что наш семинар поддерживает что-нибудь уже на защиту диссертации PHD. Нет возражений у членов семинара? Значит, нет, спасибо. Так, следующий семинар у нас через неделю. Мы слушаем опять... Кого слушает? Сейпуллаев Джумайбеке, диссертация мухакема. Диссертации формата. Да, диссертация мухакема. Диссертация мухакема. Диссертация Мухаммадский, Абдурасул, Кабиджан. А, 7-го, 5-й диссертации Абдурасул. Ясно. Хорошо, тогда на этом закончим наш семинар. Спасибо всем. До следующего семинара в четверг. Спасибо. Субтитры создавал Диссертация Мухаммадский, Абдурасул. 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 Хорошо. Вы можете помнить, что Рецензенты Зайдов-Клэмис? Да. Кем Бахрам? Согласен Борода. Абдурасул. Почему-то вы алгебру Витта обозначаете В больше равно нулю? Что за обозначение? Это положительная часть. Плюс ставится внизу и все. Там строго положительная. Есть еще и такое тоже. Когда Е0 тоже захватывается, Е0, Е1 и так далее, то больше равно нулю. Но это обозначение вообще принятое? Да, мы видели такое обозначение. Просто в обозначении стоит неравенство. Такое я никогда не видел. Нижний индекс должен быть. Нижний индекс. А, нижний. А, ну тогда... А там неправильно написано. Нет, нет. Нижний индекс сатуршкерей. Уже Харам Бодлым, да? Обозначение алгебра с... Нижний индекс сатуршкерей. Нижний. Ну тогда больше либо равно нулю надо поставить? Да, больше равно нулю. То нуля вьете? Борода ванча. По крайней мере ворт Валый, О. 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 О.